Привет, зритель! Игра зовет нас с тобой на юг России. Это Кубань, это город Краснодар и это главный и старейший стадион самого южного миллионника России. Я приветствую вас на первой российской лиге. Мы начинаем. Не КВН, но футбольный матч. Одиннадцатый тур первой лиги. Мелбет первой лиги. Кубань-Тюмень. Корректно попытался избавиться от этого мяча. И подача. Опасный момент Кубани. Мяч в штрафной площади мечется. Егор Любаков в итоге его фиксирует. Такое ощущение, что да, рукой здесь Гарик себе подыграл, но Иван Абрусимов сегодня, видимо, ошибаются сейчас на ровном месте буквально футболисты. Кубань, Ишитов проходит, бьет поворотом и какая ошибка! Юрия Нестеренко, мяч залетает в ближний угол ворот. Было у футболистов Кубани в этом эпизоде. Да и Ишитов-то принял, в общем, не самое сложное, не самое хитрое решение. Посмотрите. На замахе здесь Виталий убрал конкурента. Прошел, ну да, до линии штрафной. Возможно, на ударной позиции, но не стал ничего придумывать. А здесь... Вот она, эта разрезающая передача между правым и центральным защитником. Воспользовался этим пространством. Подача! Сухой лист! Ох, ухитрец этот Нурик! Кричали ему в середине первого тайма. Нурик, давай соберись. Вот смотрите, как собрался. Ближний удивит, закрутил мяч, но Любаков тут в исполнении Тюмени. Есть удар поворотом. Совсем, 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 совсем далеко. Ну, вот так вот сразу с первых же минут есть определенные проблемы у Тюмени. Кифак! Удар поворотом! Показалось, что это может быть гол, однако мяч с внешней стороны попал в сетку ворот. Атаку еще раз. Свалился мяч с ноги там у партнера его, и вот выстрел-то неплохой получился в ближнюю девятку. Любаков реагировал, но реагировал ли по итогу? Центральный нападающий, габаритный. Илья Порохов на свою позицию на правом фланге. Отойдет, а какой удар здесь! Столь же эксцентричным, как и Бородко сейчас попытался. Впрочем, этого оказалось не нужно. Просто потому, что тюменцы сами отдали мяч. А это момент! Площадью после передачи Нури Абдокова. И бил поворотом, но насколько грамотно в этой ситуации действовал галкипер Тюмени. И даже бог его знает, что здесь нужно было сделать Масичику для того, чтобы... С левой подача следует. Удар! Накликал я! Выпросил забитый мяч! Повторчик посмотрим, согласимся мы с арбитром или нет. Вот он удар. Ну и положение вне игры более чем очевидное. В нем оказался нападающий Антон Кобялко. И несмотря на то, что мяча он не трогает, на эпизод он совершенно явно влияет. Находится перед Юрием Нестеренко. Блокирует. Вот как-то так. Неплохая передача. Момент! Как сейчас Пороков не попадает по мячу. Ух ты! По крайней мере, я что-то как-то не припомню. Может быть сейчас какой момент? Гол на последних минутах забивает Кубань! Опасные моменты есть у Кубани. И тут бац-бац! И в точку! Совершенно невыразительно в этом эпизоде действовал Никита Печенкин. На сим все! Иван Абросимов. Как не хотелось выдать желаемое, за действительное не сложилось. Выложились сегодня все на этом суровом кубанском солнце. И Кубань, и Тюмень. И два вот таких мяча, которых никто никогда не ждал. 1-1. Ничья!